С 28 июня в московские бары, кафе, рестораны, кофейни можно попасть только если ты предъявишь QR-код и свой паспорт. Получить этот самый QR-код можно в трех случаях. Первый. У тебя есть ПЦР-тест. Кстати, он действует только три дня. Второе. Ты переболел ковидом, но не более чем полгода назад. И третье. Если ты привился любой прививкой, которая сейчас доступна в России. Если это спутник, то сразу двумя компонентами. Первый компонент не работает. Сегодня мы, корреспондентки новой газеты Сима Свердлова и я, Надежда Юрова, пришли пройтись по барам Покровки, посмотреть, сколько людей пьют в барах внутри, сколько сидят снаружи на веранде. Выясним, сколько людей вакцинировалось ради баров, а сколько ради поездки в Турцию. Погнали! У тебя есть QR-код? У меня нет QR-кода. Почему? Потому что я вовремя не спохватилась, не успела вакцинироваться. Сейчас нет возможности записаться в поликлинику, потому что все телефоны обрываются. А мне от московской регистрации не могу сделать это через госуслуги. Остать очередь в ГУМ три часа у меня нет возможности. Поэтому я все это откладываю до лучших времен. Расскажите, пожалуйста, вы вакцинировались уже? Я да. А ты? Я нет, я против чипирования и всего вот этого. Прям специально попросил спутник? Нет, не просил, выбора особо не было, но я бы предпочел спутник, даже если бы был. Ага, почему? Ну, потому что из представленных, грубо говоря, на мировом рынке вакцин, наверное, которые поставляются в Россию, это наиболее, ну, выглядящая, приемлемой. А ты? Я сделал вакцину вчера буквально, сделал спутник. Вторую или первую? Первую, мне сказали, что три дня нельзя пить. Ага. Ты вакцинировался? Я пока не вакцинировался. Почему? Потому что мне нет смысла пока в этом, я не работаю и, в принципе, учусь дистанционно. А что нужно было бы, чтобы ты вакцинировался? Хорошо вопрос, слишком быстро ее придумали и странно, почему ее так сильно форсят, вот. Я, честно говоря, не очень сильно доверяю этой теме всей, хотя среди моих знакомых есть те, кто вакцинировался. Вы уже поставили вакцину? Нет, пока, собираюсь. Зачем? Ну, потому что, я так понимаю, что скоро в магазин даже не выпускать из-за того, что у тебя нет вакцины. Ну, нет прививки. А почему раньше не поставили? Ну, мне казалось, что я уже переболел и нормально себя чувствую. Ты, как работник общепита, как можешь оценить те потери, которые сейчас несет эта индустрия? Ну, скажу так, в понедельник я пошла на работу и у нас не было ни одного гостя примерно до пяти часов вечера. Потом пришли, шла пара гостей с QR-кодами и, в общем-то, на этом все закончилось. Но летние веранды живут. Но мы потеряем каждый день примерно по 70% от обычной выручки. Сейчас мы подходим к легендарному месту. Это бар Зиндивер. Точнее, видимо, бывший бар Зиндивер, потому что он закрылся из-за пандемии. О, это место очень легендарное. Я думаю, что нам нужно устроить минуту молчания в память о нем. Давайте послушаем несколько синхронов посетителей, которые последними были в Зиндивере до того, как случилось вот это. Я уже давно перестала воспринимать жизнь и все происходящее как что-то реальное. Возможно, это какой-то защитный механизм. Но мне кажется, что это все стендап с каким-то безумным сценаристом. И я не могу, не знаю, как-то к этому вообще относиться. Мне просто смешно и жутко одновременно. Я просто смотрю, как весь этот стремный менеджмент происходит. Хаотичные абсолютно решения, которые работают абсолютно выборочно. И явно, что коронавирус – это уже давно про политику, а не про защиту и все такое. Но в целом я стараюсь как-то поменьше думать, потому что крыша едет. Зиндивер – это моя любовь на самом деле. Я очень люблю этот бар. Ну и в принципе бары и их сети мне тоже очень нравятся. И это, конечно, все очень печалит, что придется какое-то время без них выходиться. Вообще каждый день происходит какая-то фигня. И каждый день кто-то умирает, кто-то попадает в больницу. Каждый день кого-то популяют там на всяком стеклом. Поэтому я считаю, что здесь каждый день прикольно. Мне кажется, Зин – это место с особой атмосферой. Я считаю, что это из всех рюмок самое атмосферное место. И тут очень дружный комьюнити, очень дружный состав, коллектив. И мне кажется, что, возможно, работники делают это место атмосферным отчасти. Поэтому я очень рада быть частью этого всего. Рада была быть. Это мое любимое заведение в городе. Ради него можно приехать из области. Но, к сожалению, его очень закрывают и очень жаль. Вообще из-за того, что сейчас во многие рестораны невозможно попасть, удивительно поднялся рынок шавермы, Макдональдс там, например. В общем, места, в которые можно попасть и что-то поесть. И все говорят, ой, я ходил в ресторан, ел улитки и креветки, а теперь хожу за шавермой. Вот сейчас мы спросим у людей, действительно ли это так. Есть такое поверье, что сейчас все из ресторанов пришли, короче, в шаверму. Потому что, ну, невозможно без QR-кода попасть и вот это все. Расскажи, как ты к этому относишься и что ты об этом вообще думаешь? Я к этому отлично отношусь, потому что есть надо всегда всем, независимо от того, какие ограничения действуют. Конечно, все это правильно. Самое главное, у него есть QR-код и у меня тоже есть QR-код. Просто нам захотелось в этот пятничный вечер скушать вкусненькую шаверму. Мы сейчас возле пруда. Почему вы сидите здесь, а не где-нибудь в кафешке в ресторане? Недоступно, закрыто, по указанию Мары Собянина. Но если есть вакцина, то можно? Да, все верно, при наличии QR-кода. У тебя нету? Нет, у меня только 13 июля будет. Первый, второй? Вторая. А почему не вакцинировались раньше? Ну, хотел посмотреть, что бывают с людьми вакцинированные. Мало ли, побочные эффекты какие-то. И какие выводы? Ну, я сам вакцинировался, первая вакцина. В целом, все нормально. Только температура была на следующий день и все. То есть ты решил поставить вакцину только после того, как в кафе стали пускать с QR-кодом? Нет, 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 когда началась новая московская вспышка. Ага, ага. Что бы ты прямо сейчас мог сказать Собянина? Ну, даже не знаю. С одной стороны, вроде хорошо сделал, с другой. Система не работает, как я думаю, как он задумал. А как ты думаешь, он задумал? Что все пойдут массово вакцинироваться. При этом, ну, они все равно ищут просто обходные пути и заведения, и гости. Так что не работает как надо. Кто хочет, все равно попадает куда надо. Как? Покупают сертификаты? Нет, договариваются или просто заведение халатно относится к этому. Думаешь, можно договориться? Знаю, что можно договориться. А мы просто были, там было достаточно строго с этим. Ну, просто смотря какие. Вот мы уже несколько часов снимаем. Веренды переполнены, а внутри, к сожалению, кафе и другие заведения пустые. С вами была Сима Свердлова. Надежда Юрова. Это «Новая газета». Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok